Теперь очередь армянского народа, очередь за народом, и армянский народ сам должен решить свое будущее. Сейчас решается будущее не Никола. Будущее Никола уже понятно. Никола ждет суровое будущее, плохое будущее. И это плохое будущее Николу обеспечит или Кремль, или армянский народ. Никол уже поставил крест на своем будущем, лишив себя будущего, себя, свою семью, свое окружение. Я это говорю со всей ответственностью. И пусть у Никола не будет никаких иллюзий, что после этого предательства он останется для Кремля приемлемым человеком, партнером. Нет. Сценарий следующий. Никол подписывает, затем Кремль инициирует реваншистскую волну, смену власти, приводя к власти Кочарянов, Сержиков, Ванитянов, которые потом скажут, что было, то было, так же, как они говорили относительно бумажки от 9 ноября, которые скажут, что после того, что сделал Никол, мы уже вынуждены считаться с этими фактами и хотя бы спасти 29 800 квадратных километров. И они поглотят, засунут Армению в состав России, заявляя, что это единственный путь для спасения. Кочарян говорил уже об этом. Рубен Вартанян говорил уже об этом. И у нас будет будущее в виде российской губернии, по примеру, Татарстана. Надеясь, что нас ждет хорошее будущее, как у Татарстана, в составе России. А Никола, Москва, как использованный и уже опасный инструмент, потому что он много чего знает и является опасным свидетелем, она его ликвидирует, как использованный и уже ненужный инструмент. Кстати, Никола Апасин также для Алиева и Эрдогана, но об этом пусть уже думает он, дорогой народ. Наша задача — думать о себе, о нашей стране, о будущем наших детей. Все очень серьезно. Все очень-очень серьезно. И игры кончились. Теперь или мы будем, или нас не будет. Да, вопрос быть или не быть — это состояние Сардарапата. Это Сардарапат наших дней, пока еще политический. Подписывайтесь на канал Национального демократического полюса в YouTube. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok